Воскресение Христово Но в Архангельске сегодня богослужение особенное. Сегодня мы особенно благодарим Господа. 55 лет назад, в этот день, на свет родился будущий архипастырь нашей епархии, митрополит архангельский и холмогорский Даниил. Сегодня владыка отмечает юбилейный день своего родника рождения. И в этом же году владыка митрополит Даниил отмечает 30-летие своего священнического служения, служения в священном сане. Владыку Даниила поздравил с событием 30-летия служения Святейший Патриарх Московский и Евсея Руси Кирилл. А сегодня все верующие города Архангельска и нашей архангельской епархии в лице духовенства, людей, облеченных властью, несмотря на то, где совершается сегодня богослужение, в каких храмах мы можем молитвенно поблагодарить Господа и помолиться о здравии и благоденстве правящего архипастыря нашей митрополии, митрополита архангельского и холмогорского Даниила. В молитвах верующие сегодня будут и спрашивать мир и благоденствие всей богоспасаемой архангельской пастве, тем духовным чадом, которыми духовно мудро управляет правящий архиерей, митрополит архангельский и холмогорский Даниил. И мы, присоединяясь ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в день, в этот день юбилейного торжества, желаем владыке, митрополиту благоденственного и мирного жития, служения истового Церкви Христовой, неоскудевающей благодатной помощи Божией, добрых и верных помощников, благодатного утешения о своем архиерейском служении, несении креста, служении Церкви. Богослужение в Свято-Иринском кафедральном соборе уже началось. Торжественно встретив архипастыря, духовенство и молящиеся, вместе с ним молятся о том, чтобы Господь благословил положить начало совершению божественной литургии. Владыка, стоя на амвоне, на возвышенном центральном месте храма, облаченный в архиерейскую мантию, и клобук в руках держа жезл, благословляет и спрашивает прощения у всех, находящихся в Иринском соборе. Сослужители, церковнослужители и подиаконы сопровождают владыку от амвона, сопровождают владыку для облачения. Уже изнесены предметы священнического облачения, духовенство входит в алтарь. Пока идет подготовка к облачению божественной литургии, я хотел бы зачитать слова, поздравления святейшего патриарха Кирилла, который он направил ко дню 30-летия служения в священном сане митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Святейший патриарх отмечает, «Многие годы вы, владыка с отчанием и горячей ревностью о Господе, трудитесь на Ниве Божией, стремясь являть себя добрым соработником Христу, верным и послушным сыном Церкви, заботливым и внимательным отцом для своей паствы». Предстоятель Церкви отметил и особый путь архиерейского служения митрополита Даниила. Промыслом небесного владыки вы совершали архипастерские труды сначала на дальнем порубежье России, в Южно-Сахалинской Курильской епархии. Ныне же вы заботитесь о благоустроении и развитии церковно-приходской жизни на Архангельской земле. Имейте попечение о проповеди Слова Божьего, об укреплении жителей края в вере, благочестии и любви ко Христу и ближним. Святейший Патриарх высоко оценил и труд архангельского архипастеря. Во внимание к вашему усердному служению и в связи с отмечаемой вами знаменательной датой полагаю справедливым вручить вам памятную панагию. Молитвенно желаю вам доброго здоровья, мира душевного, бодрости духовной и помощи от Господа в ответственных архипастерских трудах на благо Святой Церкви. К этим поздравлениям и благопожеланиям Святейшего Патриарха Кирилла, безусловно, присоединяемся и все мы в духовенство и верующие Архангельской епархии. Началась прямая трансляция богослужений, и сегодня вместе с вами следить за ее ходом, за молитвенным действием буду я освященник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма острова Ягры, города Северодвинска. Мы видим, что владыка положил начало облачению во священнические одежды. На него одет белый стихарь, который называется подсакосником, полагается ему и Петрахиль, признак священнического служения, и поручи. Одевается палец, как символ Слова Божия, духовного меча. Облачается сакос, верхняя одежда архиерейского служения, которая изображает хитон Господень, и славу, которой Господь облачает всякого верующего в Него человека, и особенно священнослужителя. Полагается на плечи архипастрию большой или великий амафор, как символ того, что архипастырь, как и Христос, призван заботиться о спасении каждого человека, не только здравствующих, но и особенно тех, кто нуждается в попечении, заботе, кто немощствует, кто болеет, кто страждет, кто сокрушается, кто стенает под игом грехов, для того, чтобы, взяв его на плечи, милостивно прощая, благословляя его, на плечах своих привести к единому стаду Церкви Христовой, спасая заблудшую овцу. Об этом мы вспоминаем и евангельскую притчу. Полагается на перси архипастрию крест и панагия, символизирующие его архипастерское служение. Все совершение, все это облачение готовит архиереи, священнослужителей и всех молящихся в храме к совершению главного таинства Церкви, таинства Святой Евхаристии, Святого Причащения. ПЕСНЯ 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 Прозвучал первый возглас Божественной Литургии. ПЕСНЯ 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 своей причастности к Царству Божию, Царству Небесному призваны все мы, верующие и собравшиеся в Святом Храме. Сегодняшняя Божественная Литургия совершается в Воскресный день, а значит, мы вспоминаем Воскресение Христово. Но сегодняшний Воскресный день он особый. Он называется Неделей Святых Пратец. Неделя Святых Пратец одна из подготовительных недель перед праздником Рождества Христово. Да, уже именно с этого Воскресения мы особенно начинаем литургически готовиться к встрече праздника Воскресения Христово. Но, конечно, нужно сказать, что эта подготовка началась еще от начала Рождественского поста и даже еще ранее. В праздник введения во Храм Пресвятой Богородицы впервые зазвучали рождественские песнопения на всеночном бдении. В Катавасии, Ирмоса, и второго кануна праздника звучали Ирмосы «Христос рождается, славите!» Так постепенно, мудро, духовно, глубоко начинает готовить Церковь всех верующих встреч Рождества Христова. И вот сегодняшний Воскресный день называется «Неделей Святых Пратец». Кто же такие Святые Пратцы? Святые Пратцы, само слово, означает, это наши прародители, самые дальние наши предки. Самыми дальними предками человечества согласно библейскому откровению является Адам и Ева, а за ними следовали и библейские патриархи Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие. Все они упоминаются в Библии. Что же было особенного в жизни Святых Пратцев? Адам и Ева были первыми людьми, которые согрешили, но они же были и первые, которые покаялись за свои грехи, а не каялись всю свою жизнь. Так сказать, общим знаменателем всех пратцев была их вера в истинного Бога, Творца этого мира и всего видимого и невидимого, как мы поем в символе веры за каждой божественной ритургией. Святые Пратцы очень строго и верно придерживались всех законов, которые Бог им посылал. Они никогда не компрометировали свою веру из-за окружающих обстоятельств. Они твердо верили, что правда была правдой, а ложь ложью. Иными словами, святые Пратцы никогда не следовали человеческому учению и некому лицемерному, слабосильному отношению к Богу. Даже несмотря на то, что им это не всегда было легко, они никогда не поступались своей верой. О святых Пратцах очень красиво, обильно, значимо, звучно звучали вчера записно пение. В неделю святых про Отец, празднование которое начинается с субботы вечера, уже стали звучать стихиры и тропари, которые раскрывали богослужебный смысл этого празднования. Вот Сидалин, который звучал вчера за богослужением. Авраама и Исаака с Иаковом все восхвалим в песнях. Давида Кроткого и Иисуса и двенадцать патриархов вместе с тремя юношами, угасившими огненное пламени силу духовную. Радуйтесь, возглашая к ним, доблестно обличившие заблуждение царя безумного и Христа молите согрешений прощений даровать празднующим с любовью святую память вашу. Неделя святых пратцев говорит нам о тех, кто в своем служении в жизни земной, слыша голос Бога, пророчествовал нам о пришествии в мир Спасителя. Господь многими разными путями и образами открывал человечеству о том, что настанет время, и Спаситель мира, Господь Иисус Христос придет в мир, родившись от Девы. Вот тропари восьмой и девятой песни канона праздника. «Всей день совершаем божественную память от века живших досточтимых отцов Адама, Савелем, Сифа и Ноя, Иеноса и Еноха, и Авраама, Милхиседека и Иова, Исаака, с верным Иаковом взывая, да благословляет все творение Господа и превозносит во все века». Может быть, кто-либо из вас вспомнит, что, начиная читать Евангелие от Матфея, мы с вами сталкиваемся с перечислением имен, с родословием Христа. В этом родословии евангелист Матфей указывал иудеям на то, что Христос есть рожденный Мессия из рода Давидова. И те имена святых прадцев, которые звучат там, в Евангелии, сегодня, в нынешний день, приобретают особый смысл, особые оттенки Абертона. Если перевести на русский один из тропарей девятой песни канона, мы можем услышать такие слова. «Похвалу песнопением принесем Божиим пророкам восхваляя Осию и Михея, Сафонию и Аввакума, Захария и Иону, Аггея же и Амоса, Исаавдием Малахию и Наума, Исаии и Эмию и Изекииля, а вместе с ним Даниила Илью и Елисея». А вот еще один тропарь. «Тройственными речениями верные Всесвятую Троицу воспоем Отца Безначального и Сына и Правого Святаго Духа единицы в трех ипостасях, которую все дышащее славит, восклицая, да благословляет все творение Господа и превозносит во все веки». «Став мудрейшими богодухновенными пророками, Авраамовы потомки от Авраама и Иуды рождающееся Слово Божие с горячим усердием предвозвестили в духе по их мольбам Иисусе всех помилуй». Так, такими словами молились в эту неделю наши благочестивые предки, причем не только на русской земле, но и в Древней Византии. Мы с вами точно знаем, что автором этого канона, тропарий, из которого я только что прочитал в переводе на русский язык, был преподобный Иосиф Песнописец. Он жил в IX веке. И тогда, в IX веке, когда трудами святых Косьмы Маюмского и Анна Дамаскина и других уже были составлены каноны великих праздников, введено уже было пение по восьми глазам, построена основная структура Актоиха. Но именно преподобному Иосифу было дано завершить делание великих песнописцев и положить свой труд в созидание православного богослужения. Видите, какая древность одной православной традиции исповедания этого праздника, восхваления Господа, даровавшего нам, готовящего нас к встрече Рождества Христова. Да, Рождество Христово состоялось, но мы, находясь в храме, не просто исторически припоминаем, не рассказываем, не свидетельствуем только лишь, а переживаем, благодатно участвуя в событии Рождества Христова. И сейчас самый важный момент для всех верующих, что мы можем сделать, участвуя в жизни Спасителя, это быть участниками Божественной Литургии. И мы видим, что в Свято-Илинском Кафедральном Соборе Божественная Литургия продолжается. Звучит третий антифон заповеди Блаженства. Блаженец Блаженец ПЕСНЯ 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 соединяющую нас в молитве с Господом, благодать Святаго Духа. Литургия или богослужение, которое сейчас совершается, — это особое священное действие. То есть это и ряд движений, и образов, не только чтений и молитв. Например, каждение, то, что сейчас совершает Владыка Митрополит, его можно назвать как «возжиганием ладана» — благовонной освященной смолы деревьев. Интересно, что сначала христиане не принимали кождение, протестовали против этого обряда, который существовал еще в Иерусалимском храме. Почему это происходило? Некоторые высматривали в ней связь с язычеством. В Римской империи христиане преследовались за отказ возжигать ладан перед изображением императора, таким образом отрицая его божественность. Но позже кождение было принято церковью. Это естественный символ веры, естественный символ богопочитания, ее преображающей силы, ведь ладан становится благовониям и поклонением Господу. В христианском богослужении кождение предписывается или как приготовление и освящение, как сейчас, кождение алтаря, приношением святых даров, или кождение используется как выражение благоговения, кождение икон и молящихся, так как каждый человек носит в себе образ Божий и высокое призвание к святости. И сейчас, войдя в алтарь, совершив кождение с чтением молитвы, в которой духовенство просит о том, чтобы вместе со входом священнослужителей в алтарь вошли и святые ангелы, сослужители, невидимые сослужители Божественной Литургии. А сейчас, в молитве, архипастырь просит, чтобы Господь сподобил находящихся в алтаре и молящихся быть служителями Господу. В покаянии принял бы их. Благодарит Господа за то, что Он создал человека по образу своему и по подобию и дал ему власть жизни вечной и не презирает тех, кто кается. И чтобы Господь сподобил и дал нам духовные силы воспеть тресвятую песнь Богу. А после входа звучат тропари, краткие песнопения праздника, которые открывают суть и смысл сегодняшнего празднуемого события. Слава Отцу и Сыну и Святому Песня. 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 И, Боже, насадим песница Твоя. И, Боже, насадим песница Твоя. И, Боже, насадим песни 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 Твоя. Ай-яй-яй! 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 Такие замечательные слова апостол Павел сегодня обращает ко всем нам через свое послание. А сейчас прозвучит отрывок из 14 главы Евангелия от Луки. Ай-яй-яй! 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 Ай-яй! 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 Ай-я! 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 есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Вот такая притча сегодня устами евангелиста Луки. Через чтение его Евангелия им написано, сегодня прозвучало в храме. Очень глубокий, духовно значимый текст. Ведь трапеза Господня, трапеза того Господина, есть трапеза Господня. Это и в возвышенном духовном смысле есть Таинство Святого Причащения, та трапеза, которую Господь приготовил каждому из нас, особенно верующим, особенно крещеным, принявшим слово о верности Господу. Господь призывает всех нас к участию в божественной трапезе, которую Он приготовляет для каждого из нас. Сегодня вместе с владыкой Даниилом, нашим юбиляром, сослужит и викарий Святейшего Патриарха, наместник Донского монастыря, епископ Бронницкий Парамон. И сейчас прозвучит молитва о мире на Украине. Господи, исти, 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 истиner, исти, истина. И следили на темно-клечах Господь и многоболезне на его плечах твоих земли украинских сущих. И спали люди твои от междуусобной обрани, утоли кровопролития, отбрати належащие беды, решенное гроба витив дома, алчущее напитай, плачущее утеши, растеленное осолокупи. Не остави стада свои от сродних своих, В ослаблении и сущих умолитесь, Но скорое приверение, пусть щедро даруй, О жесточенных сердцах умягчи, Твоему познанию обрати. Мир церкви Твоей и верным чадом я подашь, Да единим сердцем и единами усты, Прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь. Настало время произнесения особых иктиней, Особых прошений об людях, О людях, которые готовятся к святому крещению. В литургической практике церкви Они называются оглашаемые или оглашаемые. В этих молитвах, которые звучат сейчас у престола Божия, Священнослужители и спрашивают, Чтобы Господь просветил этих людей Светом познания своего Евангелия, Соединил их святой своей церкви. Исторически некогда люди, Которые не крещены Или отлучены каким-то образом От причастия за совершенные грехи, В этот момент исходили из храма. И лица оглашений, Зайдите, Произносят диаконы, Сохраняя эту литургическую, Историческую преемственность Совершение службы. Продолжается и к тени, Которые постепенно Приводят молитвенно, Приводят священнослужителей К чтению покаянной молитвы О том, чтобы Господь Принял покаяние всех служащих в алтаре И каждого священнослужителя. В частности, чтобы сподобил их Непорочно Служить божественную литургию, Предстоять пред святым жертвенникам И престолом Божиим. Мы видим, что сейчас Главная часть богослужения Совершается в алтаре. Да, действительно, алтарь – Это самое главное место храма, Место, где находится престол, Духовный центр церкви. Престол изображает и престол Божий, К которому Христос вознес нас Своим славным вознесением. Престол в церкви Изображает и божественную трапезу, К которой нас призвал Христос, И где Он вечно раздает пищу бессмертия И вечной жизни. Престол изображает и жертвенник, Где совершается полное приношение Богу и нам. И сейчас наступает время Пения Херувимской песни, В которой мы призываемся Отложить все земные заботы, Вознести сердцем своим, Верой и упованием Господу. Перед совершением Великого входа Архиереи умывают Свои руки Символ духовной и телесной чистоты, С которыми надлежит приступать К великому таинству. Символ духовной и телесной чистоты, Символ духовной и телесной июньшением Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы видим, как в алтаре Ильинского храма совершается подготовка к Великому Входу. Владыка митрополит Даниил подошел, перешел от престола к жертвеннику, к особому столу, на котором совершается приготовление святых хлеба и вина к приложению их в тело и кровь Христову. Владыка молится у жертвенника в символ того, чтобы Господь помиловал и благословил всех тех, кто ныне совершает свое служение Богу и людям, о всех живущих, о всех нас, о всех священнослужителях. Сейчас Владыка вынимает из особого богослужебного хлеба просфоры, частицы, маленькие крошечки, прося, чтобы Господь помиловал и очистил грехи всех людей, всех тех, кто поминается сейчас в молитве. Сослужащие Владыке священнослужители, диаконы, приносят ему кадила, благовонным дымом которого Акадив звездится, у Владыка полагает ее на дискос, затем берет особые покровы, воздухи, и также Акадив дымом Ладена полагает на жертвенник. На чашу и на дискос. Все это священно действие совершается с чтением молитв, которые говорят о премудрости Божией, создании мира, с молитвами об уповании на помощь Божию, в хранении каждого из нас в мире семь. Возглавляющий диаконский чин диакон, отец иродиакон Раст принимает дискос, отец Владимир, протеерей Владимир Кузев, возглавляющий священнический чин принимает потир или чашу с вином, и затем духовенство, подходя к владыке, принимает чашу с также приготовленным вином для совершения в Харистии, приносит ему кресты, поминая друг друга словами. «Архиерейство Твое! Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков! Аминь!» Это то самое главное и важное пожелание, которое может пожелать всякий верующий человек друг другу. А владыка отвечает каждому священнослужителю. «Пратеерейство, священство, священно-диаконство Твое да поминет Господь Бог во Царстве Своем!» «Пратеерейство, священно-диаконство Твое да поминет Господи Бог во Царстве Своем!» «Пратеерейство, священно-диаконство Твое да поминет Господа Твое да поминет Господь Бог во Царстве Своем!» «Пратеерейство, священно верующий импл actively 모 Harley-essayta, И епископы, и епископы, весь священческий маше стечит и плечи церковные. Правим прихожим, святом, правим всему, во всех моих славных песнях, да поведу святого хатских своих, всегда в ней приснул, и в ней веку. Только что мы слышали, как владыка-метрополит Даниил помянул святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и сослужащего ныне за праздничным богослужением викария святейшего патриарха и епископа Бронницкого Парамона, который в свою очередь помянул владыку и всех предстоящих в этом храме, помянул, чтобы и Господь помянул каждого из нас в Своем Царстве Небесном. Если вы обратили внимание, под амвоном, перед царскими вратами, в белом стихаре в центр храма вышел священный диакон, отец диакон Андрей, с которого сейчас был снят воздух. Сейчас должна состояться его хиротония или рукоположение вопри свитера. Еще одно таинство, которое совершается на Божественной Литургии. Таинство хиротонии совершит митрополит архангельский и холмогорский Даниил. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С пением особого тропаря святые мученицы, которые добрые пострадали и увенчались, молитесь ко Господу, спастись нашим душам. Рукополагаемый вопри свитера диакон Андрей Алексеев был введен во святой алтарь. Возглавляющий священническое служение протерей Владимир Кузев и протерей Александр Казарик обводят его вокруг престола троекратно. Он целует края престола с молитвой о неспослании ему благодати Святаго Духа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Служитель вокруг престола, целуя края, углы престола. И в этом тропаре, который звучит во время обхождения, призывается помощь Пресвятой Богородицы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В завершении обхождения престола рукополагаемый в у священника получает благословение архиерея и отходит к правой части престола, встает на два колена, полагает руки свои на престол, на голову которого архипастер возлагает большой амафор, и как в древности апостолы будет молиться Богу о даровании ему особой благодати Святого Духа для служения священству. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Напискните в Новости степени, Господь, и степени и степени, Господь, Настур, и Г honnecht, и даров, Кто будет достоин предстояния Его рожда жертвы в дворе, Господь и макиям завершия Деррифти, Священно действуйте Слово и истина твоя, Приносите тебе дам, Вашей жертвы в дворе, Пославляйте, крутое, через кухень, Да, нам, как ездить, Я принес ей степень, Утойホасшествий, Юмиловый, Спас, нашим, Рисуссу, Христа, иди на Богу Твоего, Сына, Время, Сына, Богатый, Богатый, Господь, Своя, Вочина, во множестве, влагости Твоя, я по благосовестии прославлюсь и всечествуя великолепной Иеруси, Отца, Сына и Сына, Великолепной Европы, ныне и пристань, и во веки веков, аминь. Слава Богу, 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 С Хор от лица молящихся отвечает «Достоин!» «Достоин!» — возглашает Владыка и полагает на рамена поставляемого и Петрахиль, символ священнического служения, схождения благодати Духа Святаго. На рукополагаемого возлагается пояс, символ духовной крепости и цельности. Достоин рукополагаемый и облачение в филонь или ризу священническую, как истинный воин Христа и священнослужитель. Аксиус звучит и на положение креста священнического, в символ исповедания истинного Бога, распятого и воскресшего ради нас. Вручается поставляемому и служебник, маленькая книга, в которой содержится чин божественной литургии, вечерний, утренний, чтобы совершал он свое служение по канонам и уставам святых отцов. Архиерейское благословение преподает нам векарий святейшего патриарха, епископ Бронницкий Парамон. А божественная литургия продолжается. Звучит и к тени, а исполним молитву нашу Господу. А новый рукоположенный священник Андрей Алексеев, подходя к священнослужителям, получает и слышит от них слова поздравления. По традиции он встает в первом чине священнического служения. Напомню, что сегодняшняя божественная литургия в воскресный день совершается в Ленинском соборе и посвящена она радостному событию, которую переживают все верующие православные христиане нашего региона и нашей области. Мы видим, что за богослужением присутствуют и представители нашей исполнительной, законодательной власти, области и города, губернатор и мэр города, много молящихся и полный храм народа, которые пришли помолиться Богу и поблагодарить Господа за юбиляра. Владыке Даниилу сегодня исполняется 55 лет, и в нынешнем же году Владыка отмечает 30-летие своего священнического служения в священном сане. Чтобы поздравить Владыку с днем его юбилея, прибыл в Архангельск и гость, наместник Донского монастыря города Москвы, векарий святейшего патриарха, епископ Бронницкий Парамон. А сейчас все молящиеся в храме готовятся к самой главной части богослужения, к евхаристическому канону, к той части, которая призывает нас к молитве о неспослании, освящающей благодати Святаго Духа, для того, чтобы осветились, приложились хлеб и вино, положенные на престоле в истинные тело и кровь Господню. Возлюбим друг друга, Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы, то есть станем в любви ко Христу и друг ко другу, будем готовы к единству во Христе. По древней традиции священнослужители подходят друг другу, преподавая лапзание и приветствуя словами «Христос посреди нас и есть, и будет». В это же самое время молящиеся в храме, исполненным благодарностью к Богу чувством любви, поют символ веры, главную молитву, в которой изложено догматическое учение Православной Церкви. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пока исполняется верующими молитва «Символ веры», я хотел бы привести вам на память слова апостола Евангелиста Иоанна Богослова, которыми он передавал нам слова самого Господа Иисуса Христа. Господь говорил, «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть Свою? Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в себе. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И вот для того, чтобы совершилось таинство, приложение «Хлеба и вина в тело и кровь Христову» христиане собираются практически ежедневно, да, ежедневно совершается во всем свете Божественная Литургия. Благодати Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастия Святого Духа, уйди со всеми вами. Благодати Господа Благодати Господа Благодати Господа Благодати Господа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Аминь Дима Торзок 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 тела Христова, держит он в руках и, молясь Господу, чтобы Господь сохранил и приумножил его служение Церкви. Молятся они с посланием благодати Духа Святаго и все присутствующие в храме, все молящиеся за божественной литургией. В символ единства и соборности Церкви звучит поминовение Святейшего Патриарха Кирилла, архипастерей и всех православных христиан. ПЕСНЯ 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 «Честная трава» 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 Звучит «Иктинья, вся святая, поминувшая снова и снова миром Господу помолимся». Это «Иктинья» готовит всех нас к причастию святых тайн, причащению. Как вы успели обратить внимание, ни разу за время Божественной Литургии мы не увидели коленопреклонения, кроме одного коленопреклонения, которое совершилось после приложения святых даров. Это атрибут и священно действие, обряд праздничной службы. На самом деле, стояние, сидение, либо коленопреклонение или земные поклоны особым образом рекламентируются в уставе богослужения. Вообще, весь человек и душа, и тело принимают участие в молитве, потому что весь человек и душа, и тело освящаются и вообще воспринимаются Сыном Божиим в Его воплощении. Весь человек должен быть искуплен для Бога и жизни в Божьем Царстве. Поэтому и различные положения тела в молитве имеют литургическое богослужебное значение. Они же являются выражением нашего поклонения Богу. Стояние — это основное положение православных христиан во время службы. Мы даже припоминаем в возглас «станем добре». Почему так? Потому что во Христе мы были искуплены и возвращены к своему истинному состоянию, восстановлены из греховной смерти, подняты, возвращены от подчинения животной греховной части нашей природы. Поэтому Церковь Христова не принимает иные положения во время молитв, кроме немощных людей, болящих. Мы стоим пред Богом, предстоим Богу. Мы предстоим пред Богом тогда, когда вспоминаем воскресение Христово и созерцаем славу нового творения. И напротив колено преклонения и поклоны принадлежат покаянным дням битургического года. А сейчас мы слышим, как в храме зазвучала молитва Господня «Отче наш». Давайте вместе разделим ее. ПЕСНЯ 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 Закрылись в царские врата Ильинского храма, прозвучал возглас «Святая святым», и верующие отвечают на этот призыв «Един Свят, Един Господь!» «Только один Господь Свят, Иисус Христос, во славу Бога Отца!» Возглас «Святая святым» говорит о том, что предложенное, освященное тело и кровь Христовы, находящиеся на престоле в алтаре, отныне предназначаются всем верующим во Христа, и по апостольской традиции все верующие во Христа, живущие жизнью Церкви, называются святыми. А люди, присутствующие в храме, со смирением отвечают, что не могут называться так, потому что свят только один Господь – Иисус Христос. В этот момент совершается причащение тела и крови Христовых духовенством в алтаре. По православной традиции духовенство сейчас на престоле дробит, разрезает специальным ножом, копием, агнец, тело Христово, необходимое количество частиц, и затем, прочитав молитвы, принимает его с благоговением, как тело Христово. Затем, подходя к чаше, подходя к чаше, причащается, приобщается к крови Христовой, причащаясь ее, как символ Нового Завета, во оставление грехов и в жизнь вечную. Как мы уже говорили, сегодня воскресный день, праздничный день, неделя, в которой мы вспоминаем святых праотцов, всех тех благочестивых предков, которые от создания мира возвещали о грядущем Рождестве Спасителя. Сегодняшний воскресный день, сегодняшняя неделя святых праотцов является подготовительной, как бы предпраздничной неделей, воскресным днем, напоминающей нам о приближающемся празднике Рождества Христова. Сегодня мы вспоминаем святых праотцов, праотцов Адама и Еву и патриархов, и Ноя, и Сима, и Афета, и Авраама, и пророков Божьих, и всех старцев, послуживших делу возвещения слов Божьих народу Божию. Но сегодня еще и особый день празднования святых. Сегодня по церковному календарю положено вспоминать жизни святых мучеников Фирса, Левкия и Калиника Кисарийских, мученика Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Антиохийских, а также священномученика Николая Пресвитера. Вот кратко их житие, жизнеописание. Святые мученики Фирс, Левкия и Калиник пострадали за Христа при императоре Декии, который жил во второй половине третьего века. Пострадание они в Кисарии Вифинской. Святой Левкий, укоривший правителя Кумврикия за несправедливое преследование христиан, после истязаний жесточайших, был усечен мечом. Святой Фирс, приговоренный к жесточайшим пыткам за веру Христову, приговоренный к истязаниям, перенес их и невредимо сохранился. Божьим изволением он мирно скончался. А языческий жрец Калиник, видя мужество и чудеса святого Фирса, уверовал во Христа и смело исповедал истинную веру, за что и был усечен мечом. Память святых мучеников сегодня Церковь прославляет за их свидетельство своей веры в Бога, готовности принести свою жизнь ради Христа, они увенчаны мученическим венцом, как мы говорим. Они прославлены и ныне предстоят с Богом в Его Небесном Царстве. Сегодня празднуется и память мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Антинаийских. Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру в Египте, в городе Антиноя, при императоре Диоклетиане, жившем в конце III-начале IV века. Святой Ариан до своего обращения в Христову веру был гонителем христиан, в том числе гонителем мучеников Аполлония и Филимона. Сначала мученик Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий за Христа, просил музыканта и язычника Филимона переодеться в его одежды и принести за него жертву идолам. Но неожиданно святой Филимон исповедал себя перед язычниками-христианином, то есть он отказался принести жертву языческим идолам. Святой Аполлоний раскаялся и также исповедовал Христа. После истязаний оба мученика были казнены. Их мучитель Ариан, исцелив свой раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона, раскаялся. Он обратился в христианскую веру и крестился со всем своим домом и хранителем. За любовь ко Христу они добровольно пошли на мучения и были преданы смерти. Среди телохранителей этого Ариана старшим был мученик Феотих, поминаемый вместе с другими святыми. Мученики Филимона и Аполлоний скончались 16 марта 286 года, а мученики Ариан и Феотих 4 марта 287 года. В сегодняшний день мы вспоминаем их с молитвой и просим о том, чтобы святые мученики молили Бога о всех нас. Один из святых, которого вспоминает сегодня православная церковь, относится и к нашей России. Это священный мученик Николай Ковалев, пресвитер. Он родился в 1884 году в Новочеркасске в семье канцелярского служащего. О его служении существуют лишь отрывистые сведения, которые были записаны в уголовном деле. Именно уголовное дело было заведено на отца Николая в Ленинграде в начале 30-х годов. В 1919 году Николая Ивановича рукоположили в Сан-Иерея в городе Анапе. Там же, в период нахождения в Анапе барона Врангеля священник Николай Ковалев был избран городской думой в комиссию по защите населения от красных. А в 1934 году его арестовали в Ленинграде, куда он переехал жить. В Ленинграде отец Николай совершал богослужение на дому, где собирался народ со всего города. После ареста, посчитав отца Николая социально опасным элементом, его приговорили к ссылке из Ленинграда в Казахстан, где он и находился с 1935 по 1937 год. В Казахстане он был 22 ноября 1937 года арестован. Этот арест совершился уже во второй раз. В 1937 году в Казахстане его обвинили в том, что он проводил среди населения контрреволюционную агитацию, направленную на компрометацию мероприятий, партии и правительства. Именно такая формулировка значится в уголовном деле обвиняющего батюшку. Хоть отец Николай виновным себя не признал, через несколько дней, 28 ноября, тройка при УНКВД по Северо-Казахстанской области вынесла приговор в отношении священника высшая мера наказания. 27 декабря 1937 года священник Николай Иванович Ковалев был расстрелян. Святая Церковь прославила его в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вот так священномученик Николай уподобился тем древним мученикам 3-го и 4-го века, которые не побоялись засвидетельствовать свою веру в Господа Иисуса Христа, в истинного нашего Бога. Мученический чин является одним из чинов святых. Мы знаем о том, что Церковь прославляет святых апостолов, святых пророков, святителей, преподобных, праведных, блаженных. И есть чин мучеников. Чин мучеников есть особый чин, ведь он напоминает каждому христианину о том, как и Христос пострадал за каждого из нас. Мученичество за Христа это словно ответ человечества на крестную жертву Спасителя. Как бы страшна, как бы немучительна, несправедлива, бесчеловечна не казалась эта казнь, само событие мучения, Господь уготовляет для мучеников особое место в Царстве Небесном. Святые мученики есть образцы христианского служения. И именно мощи святых мучеников вшиты в каждый антиминс на престоле Божьем для совершения божественной литургии. А сейчас со страхом Божиим и с верою приступить к чаши к причастию приглашаются все, готовившиеся к причащению и находящиеся в храме. Причастники, пристояйте за мною молитвой ко святому причащению. Веруй, Господи, и исповедуй, как у Ты и си воистину Христос, сын Бога живого, пришедай в мир грешное спасти от них же первые из мам. Ищи, веруй, и сей самое причистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твое. Молюсь и у тебя помилуй, и прости мне при решении мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же веднем и неведенем. Исподоби мя неосужденно причаститесь, а причисто к Твоих тайн, во оставлении грехов и в жизни вечную обид. Вечери Твоя тайная дни Сыне Божий причастника мя прими, не по врагам Твоим тайну повем, не лапзаняти дам я по Иуда, но я к разбойник исповедую Тя, помяни мя Господи во Царствие Твоем донесут или во осуждение будет непричащение, причисто к Твоих таинств Господи, но в исцелении души и тела аминь. Напоминаю, кто не был наиспроявлен. Что либо пил хрушал в этот день, тот не должен подхать чашку причистого тела и крови Господа, чтобы спас нашу Господу. Причищаются раз похожие и дакиня Серафима во островлении вверх Своих Бога. Начинается Божественное причащение святых тела и крови Спасителей. Спасителя Господа Иисуса Христа к чаше к причастию подходят и дети и взрослые. С благоговением сложив крестообразно руки называют свое имя для того, чтобы священник причащая их помянул их даровал им на лжице тело и кровь самого Христа. Сегодня за Божественной Лютургией мы уже с вами читали слова Христа, изложенные в Евангелии о причащении святых тайн. Вот эти слова Евангелия от Иоанна 6 глава. Так Господь говорит о причащении. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Как послал меня живый Отец и я живу отцем так и едущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб сшедший с небес. Не так как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил Он Христос в синагоге уча в Капернауме». Как свидетельствует Иоанн Богослов в своем Евангелии многие из учеников Христа слыша то, что говорил Господь, говорили какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, это ли вас соблазняет? Что же, если увидите Сына человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его, и сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». И с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли я вас избрал, но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати». Таинство Святого Причащения на ней преподается каждому из нас, каждому верующему и исповедующему Христа Спасителя. Всякий, кто причащается с Господом, пребывает. И Господь, как мы только что слышали из Евангелия, живет в нем, освящая, преображая, исцеляя каждого человека. Господь открывается тому, кто ищет Его. Как Господь сказал, «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». И это действительно так. Всякий человек, кто пытается разобраться в истинах веры, кто хочет найти истину, как же действительно право подлежит верить, не сможет пройти мимо Христа. Но напротив, наоборот, он приводится к Богу Христом. и одно из таинств шествия к Богу есть таинство крещения, миропомазания, таинство причащения. А таинство покаяния вновь во Христе обновляет человека, согрешившего тем или иным грехом или преступлением. Господь дает нам возможность жить с Ним, потому что и Сам Господь хочет жить в нас не просто словом, не только через знание закона. Господь хочет жить в нас Своими телом и кровью, обновляя нас, даруя нам жизнь вечную и благословенную. Мы видим, что в Ильинском соборе закончилось причащение мирян. Чаша с телом и кровью Христовой поставляется на престол. Туда опускаются частицы, те самые крошечки, вынутые из просфор с поминанием имен православных христиан. Владыка митрополит читает молитву «Помяни Господи, отмой Господи грехи всех поминавшихся здесь кровью Твоей честною молитвами святых своих». Чаша покрывается покровом, приготовляется и дискос. Само литургическое действие причащения есть предвкушение трапезы будущего века. И сейчас после благословения архиерейского мы увидим еще один символ, новозаветный символ, который сейчас ныне с нами совершается вновь. Это явление Христа во время своего вознесения. Чаша с телом и кровью Христовой появится в царских вратах со словами «Всегда ныне и пресной во веки веков». Это и будет видимое нами вознесение Господа. Христа отец Песня Песня «Все Субтитры подогнал «Симон» Постепенно Божественная Литургия приходит к своему завершению. Прозвучала благодарственная Эктинья о причащении святых тайн, в которых мы все молимся Богу и благодарим Его за дар причащения. Иногда возникают вопросы, и часто люди, не так часто приходящие в храм, сталкиваются с тем, что не все в богослужении им понятно. И многие из них ссылаются на то, что язык богослужения им непонятен. Иногда звучат предложения адаптировать, перевести богослужение. Да, действительно, православная церковь употребляет в своем богослужении множество языков — и греческий, и церковнославянский, и наши национальные языки, и русский, и даже английский, и другие национальные языки. И все же имеет основной литургический язык — это язык Священного Писания, Библии. И чтобы понять литургию, недостаточно просто перевести ее на понятный язык. Надо еще изучить ее библейскую форму и содержание, чтобы понять. Нужно понять и образы, и сравнения, и ссылки, и вообще всю систему выражений. Нужно учесть и тот факт, что первые христиане были иудеями и, естественно, употребляли форму и выражение иудейского культа, прямым продолжением которого является христианское богослужение, преображенное, освященное новым содержанием. Ну и, во-вторых, великие христианские писатели, которые писали песнопения и молитвы, были глубоко укоренены в Библии и видели в ней источник христианской мысли и учения. И поэтому вполне естественно, что они писали языком, к которому привыкли. Таким образом, Библия является ключом к пониманию богослужения. Точно так. Неплохие, благословенные годы в вашей жизни. Библия, благословенные годы в вашей жизни. Ваше Высокое Пресвященство, Владыка Данил, позвольте мне поздравить вас с вашим днем рождения, юбилейным днем рождения. И пусть будет благословен этот день, когда мы родились, Бог привел вас на эту землю. Вы знаете, особая радость нас, вокруг нас, в связи с тем, что вы сегодня возглавляете Холмогорскую и Ахангельскую партию. Поскольку за эти пять лет наша земля преображается, преображается, безусловно, в лучшую сторону. В лучшую сторону, когда мы говорим о Вене, о Боге, о приумножении храмов, обителей и о тех великих трудах, которые в итоге приумножают и паспу, и этот храм. Я всегда чувствую рядом вашу поддержку во всех делах, которые на самом деле не просты, но когда ощущаешь вашу поддержку, чувствуешь, что Господь Бог из этой земли и с этими людьми. Я хочу вас от всей души поздравить, пожелать вам сил, добра, мира, здоровья и многое вето, для того, чтобы еще приумножить те хорошие и славные дела для нашей северной земли. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует...